Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Балак. Давайте вспомним. Какое родословие у Балака? Балак имеет внука. Его зовут царь Эглон. У этого царя Эглона, Моавицкого царя, есть дочечка. Зовут ее Рут. Дочечка выходит замуж. Становится женой Махлона. Это люди, которые пришли с Бетлахэма иудейского, когда не было там урожая. И они поселились в Моаве, жили там со своей мамой, с папой. Махлон и Кильон два брата. Один взял жену Рут, другой взял жену Орпа. Прошло время. Умирает отец семьи, умирает Махлон, муж Рут и Кильон. И говорит Наомень, ее свекро, говорит, у меня нету больше детей, чтобы женить на тебе и ждать тебе не надо ничего. Идите домой, возвращайтесь в дом папы вашего царя. Живите хорошей жизнью, а я возвращаюсь домой. Как будет, так будет. И невестки плакали, Орпа сказала, что она уйдет, поцеловала свою свекровь и ушла. А Рут сказала, нет. В любом случае, куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты значуешь, там я значу, и твой народ мой народ. И где ты умрешь, и я умру. Это понятно, на что она идет. Стать принцессой во дворце, или стать никем в стране, где неизвестно, будет у тебя даже еда. И на что себя обрекать, она не знает. И это настоящий Юр, когда человек готов на все, и говорит, я принимаю Юр, невзирая ни на какие трудности. Хоть на газовая камера, на что угодно. Вот она так принимает Юр. Она идет со своей свекровью назад в Исраэль. Там известное событие происходит. Она вынуждена идти в поле работать, потому что надо еду какую-то добывать. И ходит колоски подбирает упавшие. Ее замечает ихний родственник Баас. И хочет что-то для нее хорошее сделать. В общем, кончилось с тем, что он на ней женится. Первую брачную ночь человек переспал, он уже не был молодым, и он на утро умер. Руд рождает мальчика, назвали его Овет. Овет рождает Ишая, праведника, который ни одного реха в жизни не совершает. И у него рождается сынок восьмой, его зовут Давид. И вот, казалось бы, от такого нечистилца, как Балак, происходит царский род. Вот так. За что? Что это такое вообще? Что он заслужил? Он хочет уничтожить еврейский народ, проклясть. И почему это всевышний назначает нам уничтожить медьян, а мам ничего не говорит, что надо уничтожить? В чем же разница? Какая разница? Они оба враги наши. Так интересно, Роб Байтман говорит. Дело в том, что мамовитяне нет. Они не собирались нас уничтожать. Они говорят, вот мы дочери наши, вот мы дали вам дочерей, вы с ними переспали, теперь будьте порядочными, ведь вы, мы обязаны жениться, вы же народ Бога, как вы можете так поступить, переспать с девочками нашими и бросить? Это же невозможно. И они на это надеялись, они поженятся, и все. И так они завладеют и богатствами, и всем, и все у них хорошо. Но цель медьяна была совсем другая. Они хотели просто уничтожить нас, просто уничтожить. Дело в том, что пишется, что внуком Лавана был никто иной, как Белям, пророк, и он себя впитал, потому что его родители, его дети, дети Лавана сказали, что все, что Яков нажил у Лавана, то это все наше, это Яков отобрал у отца нашего. И он на этом был воспитан своей семье. И он хочет отомстить за это еврейскому народу. Вот это вот Белям. Поэтому цели у них разные. Тот хочет жениться так вот по-простому, а этот хочет просто уничтожение, невзирая ни на что. И на жилы. Больше ничего. Балак он не принадлежал царскому роду. Он был вельможей в Моаве. Но, когда наступили тяжелые времена, они увидели нас, что мы стоим в степях Моава-Градана напротив Ильхона. И мы для них как заноза какая-то. Они нас хотят уничтожить. Но, они решили объединиться в Мидиан с Моавом. И взяли себе царя Моавитяне из Мидиана, талантливого. И вон оказался этот Балак. И если бы не было этой ситуации, он бы не был бы царем. И так он стал царем. И по-другому было бы невозможно упасть на этот пост. Это то же самое, что Иштах. Он был сыном наложницы, а у своего отца были другие сыновья. Они сказали, что Иштаха выгнали из семьи. Потому что сын и женщина выгнали его. И он не собирался становиться каким-то царем. Но, когда случилась война, они знали, что Иштах человек очень мудрый, воеводом настоящий. Он мог воевать. Они пришли к ним и говорили, пойдем воевать. Ты будешь нашим начальником. И они поставили, вместо царя, царем его типа поставили, должность сделали, если ты побьешь наших врагов. И то же самое и здесь. И он талантливо воевал. Ну, в общем, вот здесь то же самое. И так Балак стал царем. И он знает, что Всевышний все просьбы в рейского народа выполняет. И победить нас не так-то просто. Он является колдуном. Он может знать большие тайны. Он мог делать бронзовую птицу, взять какие-то запчасти серебряные, взять голову золотую, язык живой птицы вложить. И знал, какое время там что-то надо сделать, колдовство, иголкой тот язык прокалывал. И птица начинала предсказывать будущее. Какие-то чудеса он делал. Но сделать такое, что проклятие еврейский народа, это он не мог. И он даже знал место, с которого можно проклятие. Это он все знал. Но не мог. А Белям, наоборот, он мог это сделать. Узнал точное время, где, как, что сделать. И вот поэтому ему необходим был этот человек, Белям. И вот, они добились того, что Белям согласился за огромные деньги проклясть еврейский народ. Ну, то, что сделали, мы уже с вами знаем, что четыре раза он только благословил еврейский народ. И в настоящее время, и в будущем, кроме благословения, мы ничего не получили. И Белям, что проклясть еврейский народ, он говорит, я их проклянусь. Вы же нет, ты их не проклонешь, народ благословен. Он говорит, а я их благословлю. Он говорит, а ты благословлять не можешь, потому что их я благословляю каждый день. Каждый день они получают благословение коинов. Так что от тебя ничего не надо. Вообще это не делай. Ну, чем это кончилось, мы знаем. В конечном итоге они попытались, у них не вышло. В конечном итоге он посоветовал, как нас уничтожить. И, конечно, ему этот ужас удался, когда они своих дочерей подставили. Но мы это уже разбирали. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души моего папы Якова Минахумова, дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим. Хая Малка бот Йосиф, Мир бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, Память Юрий бен Харитон, Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Ада бот Елена, Евгения бот Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двоера, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Лена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Змазал парноса Сгула, Ирина бот Ури, Арон Ария бен Ури, Шедух Арон Ария бен Двойра, Дииз бен Нахум, Авига бот Сара, Парноса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Мария, Всего хорошего, Олегу Марченко. На сегодня наш урок заканчивается, всем браха парноса Каванам, мазал то, что мы это время не грешили, занимались изучением Торы, делитесь этим видео своими друзьями, встретимся, надеюсь, завтра, это где-то будет в 10.40, до следующих встреч.